О, во имя Отца и Сына и Святого Бога, беседуя с своими учениками, Господь задал им такой вопрос, за кого у меня понимают люди, народ? Не ответили ему, не предсчитать, как Рога Великина, даже Ильей, или может быть даже Иоанна Христителя, но безглава не рядом. А встал перед всеми апостол Петр, и перегласно заявил, Ты, Иси Христос, Сын Бога Всевышнего. И за эту веру, за это исповедание Господь воздал ему великую награду, дал ему ключи в Царство Небесное. И Господь начал говорить своим ученикам о том, что его ожидает Иерусалим. Какие страдания он должен будет претерпеть и как он воскресит в третьи дни. И тот же Господь встал и сказал, Господь, да не будет это с тобой. И Господь, который момент ему назад вознаградил его за веру, тут резко его упрекает, говоря ему, иди за мной, сатану, потому что думаешь не о Божьем, а думаешь по-человечески. Действительно, что говорит нам человеческая премудрость? Да, сохрани себя, береги себя, огради себя от всякого несчастья и зла. Делай что хочешь, живи как хочешь, ты свободный человек, ящ, пей и селись, как сказано Георгий Иванович. А Господь тут же на месте преподает нам совершенно противоречащие мысли. А именно, кто хочет во мне идти, то отвержьтесь в себе и возник грест свой, и во мне доградет. Само отвержение, это есть вообще краевольный камень всего хвоста великого. Все наши великопустные подвиги мы делаем против своего человеческого естества. Неудобно хвоститься, неудобно отказаться от еды, от разных веществ. Иногда даже грешным делом бывает неудобно пригодить церковь, делать добрые дела или вообще жить по-христиански. А Господь призывает нас к этим неудобствам, потому что несение креста, это есть не только подвиг постный, а вообще пожизненный. Потому что крестоношение, это краевольный камень христианства. Крестоношение, это образ любви. Крестоношение, это унижение своего человеческого достоинства, своей гордыни, своего самолюбия. Потому что когда человек думает о другом, когда человек беспокоится о нужных других, между собой в себе, отвергаясь и собственной нужды, когда этим Господь смиряет это, этим Он проявляет любовь, этим Он проявляет Своё Христовнодобие. И первым, дорогие братья, естественные призмами, не только этим великим постом, а вообще. И если мы пожизненно должны нести Свои кресты за Господом, так мы должны укрепляться в этом теперь, ныне. Это легко. Пока все мы как-то об этом думаем, пока мы все припостились, когда мы все как-то поставили себе задачу, а чаще будем пригодиться этому, будем исповедовать, причащаться, постараемся исправить свой образ жизни. Да? Слава Богу, что великий постом мы стараемся. Но опять-таки из 52 недель в году великий пост в Академии Христе. И вот в течение этих семи недель возможно нам укрепляться в своей вере и также исповедовать Христа, Сыном Божиим, нашим Спасителем, который бы того в нас возлюбил, что вознесся на крест, чтобы нас вознести на небо, к небесному Своему Родителю, обожив нас здесь, на земле, подготовив нас к вечной жизни, к вечному блаженству в небесном Царстве. Итак, братья и сестры, придите и поклонимся же творящему древу Господню, знаяшим на том, который пригвоздился волею своей и любовью своей ради нашего спасения, то и воисту благ и человека любви. И LORD ему apocalypse достается. «He who wishes to come after me, let him deny himself adopted, and take of his cross, and fall after him». These words, это очень ficaew Fisherman, а мношенства и даст his gospel. Несудивительное обожесенство mslaw, Несудивление бствии. That мы должны обожки 47amiento. Несудив symbo Sureheit, у нас в значениях, У насjä singles. Потому, если мы, когда мы должны mistake знировать Продолжение следует... 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 and then when he began his ministry how did it begin? with temptations from Satan with people ridiculing him arguing with him disagreeing with him leaving him even until the very end when his closest disciples there to be with him when he begged them prayed with them just for an hour and yet because of the weakness of their bodies they could not even stay awake and when the soldiers came to arrest the Lord they fled was this not a cross to be borne by our Lord? did he not bear a cross from the moment he was born on this earth? the moment he died upon it I'm going over if he did this out of his love for us can we do any less? and yet we do we do only less because it's not possible for us to love as God has loved us but we can imitate that love we can make an effort and indeed we condemn the difficulty of Lent we consider how hard it is to give up a few things for a few weeks oh yes again we have to go to church because it's Lent and yet not realizing had the Lord ever once denied his cross during his lifetime there would be no point for us to be here because there would be no salvation that brothers and sisters is the message of the cross that is why it is precious it is life-giving because the life that it gives is not temporal but eternal and so as we continue during this second half already of great and holy Lent let us consider the meaning of that cross to which we now bow in reverence because we reverence not that piece of wood but the most holy blood that was spilled upon it the symbol that it means of carrying our own crosses recognizing that the only way we can obtain our salvation is to help others obtain theirs because if we do that which is necessary for others we do not concern ourselves with our own needs and in this fashion those who lose their lives in this world shall indeed save them as the Lord promised us come let us bow down to the most holy cross giving thanks to the Lord for that love that he showed to us by raising himself onto that cross so that he may raise us up onto the heavenly kingdoms I mean